В снежную погоду пора бы все-таки переходить на мощное утепление, на валенки, например, тем более, что валенки, как говорят, сейчас модны. Согласна. Популярна эта обувь уже как полторы тысячи лет. Да ты что! Да, и вот еще один факт. В год в России производят около пяти миллионов пар валенок. Пользуются все-таки спросом. А наш коллега Галина Исаева тоже знает много интересных фактов о валенках. Давайте посмотрим. Слово валенок часто вызывает у нас улыбку, как нечто забытое и устаревшее. Но, несмотря на все современные технологии, для нашей суровой зимы ничего не придумали лучше и удобнее, чем русский валенок. Если заглянуть вглубь веков, то валенки оказываются не такие уж и русские. Историки считают, что скатывать шерсть животных и делать из нее обувь придумали кочевые народы. Ведь жить в суровых степных условиях было непросто, да и стопу от жестких колючек и острых камней нужно было защитить. От кочевников этот вид обуви распространился по всей Руси. Причем в разных регионах России валенки называли по-разному. В Нижнем Новгороде – чесанками и катанками, в Тамбовской и Тверской областях – валенцами, в Сибири – пимами. Изначально эта обувка была коротенькая, и лишь в 18 веке валенки приобрели свой привычный вид. Ремесленники Ярославской области догадались валять их с голенищем. Ведь в том-то и достоинство валенка, что он делается без единого шва. Что всегда удивляло иностранцев. Вот за эту гениальную простоту валенкам в народном фольклоре и зовется наивный до глупости человек. Но это выражение никак нельзя отнести к самому процессу изготовления катанок. Это требовало невероятно сложных усилий и умений. Прежде всего овечью шерсть очищали, разбивали до тех пор, пока она не станет мягкой, сваливали вручную и на специальных приспособлениях выдерживали в кипятке и соленом растворе. Надевали на треугольную форму, обколачивали и только после всего этого сбивали войлок на колодке до нужного размера. Носили валенки только зажиточные крестьяне, поскольку стоили они очень дорого. При этом достаточно было иметь хотя бы одну пару катанок на всю семью. Их берегли, носили по старшинству и передавали по наследству. Получить такой подарок считалось удачей. Без валенок наши предки не мыслили святочные масленичные гуляния и ярмарки, во время которых всегда стояла настоящая русская зима и трескучий мороз. Тогда, наверное, и была сложена знаменитая русская народная песня «Валенки». С радостью носили валеную обувь и представители власти. Петр I, например, изгонял похмелье тем, что надевал валенки на босые ноги и съедал тарелку кислых щей. Екатерина II и Анна Иоанновна носили валенки даже с роскошными бальными платьями. Спасали валенки и нашу армию во времена Отечественных войн. Спустя 2400 лет валенки не уходят с прилавков магазинов. Они ни в чем не уступают другим модным аксессуарам. Их украшают бисером, красят во всевозможные цвета. Укрепляют на резиновой подошве с каблуком. Моделей хоть отбавляй. Галина Исаева, Роман Ченахов, Сибин Форумбюро.